Да будет имя Господне прославленное, возвеличено в жизни нашей братья и сестры. И действительно, в этот день и вообще вся наша жизнь – это песнь хвалы нашему Господу. Мы имеем все необходимое в нашей жизни. Уже не один раз мы слышали в этот день и сегодня. Пред нами прекрасные плоды. Мы имеем все на наших столах. И благодарим Господа. Но, братья и сестры, почему-то, сидя так на своем месте, размышлял, и кажется, Господи, все в достатке. Но хочется чего-то большего. Хочется благодати Господней. Хочется, чтобы Господь действовал в церкви своей. И как бы хотелось, чтобы наши служения были действительно именем Господа прославляемы. Чтобы Господь действовал в стане народа своего. И я сравниваю, как будто бы какая-то дамба стоит, и вода поднимается, поднимается, поднимается. Но приходит момент, когда эта дамба не выдерживает, она рушится, и идет поток воды. Братья и сестры, как бы хотелось бы, чтобы эта завеса, которая стоит сегодня, она была удалена, чтобы дух святой сегодня говорил в этом служении, чтобы действительно хвала неслась нашему Господу. И мы прославляли нашего Господа. Я кратко прочитаю два места Священного Писания, и мы поразмышляем над этими местами. Это Третья книга Царств, девятнадцатая глава. Я выборочно возьму несколько стихов, чтобы сократить свое время с восьмого стиха и дальше. И встал он, поел и напился, и подкрепился той пищею, шел сорок дней и сорок ночей до гори Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я Господе Боге Савваофе, Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня в веянии тихого ветра. И услышав сие, Илья закрыл лицо своей милостью своею, и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? И второе место, это послание Иакова, пятая глава, семнадцатый и восемнадцатый стихи. Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Как-то очень неожиданно на страницах Библии, на страницах Ветхого Завета появляются два человека. Две противоположные личности. Умирает царь израильский Амри, и вместо его воцеряется Ахав. Самый нечестивый, или же один из самых нечестивых царей израильских. Впоследствии женится и берет себе в жены Иозавель. Тоже самая жестокая, самая языческая женщина, которая приносит, или приводит, или вводит с собой языческие обряды поклонения. И Израиль уходит от Господа. Но сразу же после этого, или же на этом фоне появляется еще один человек. Илья Фисвитянин обращается к Ахаву и говорит, «Жив Господь, Бог Израилю, пред Которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по Слову Моему». И Господь говорит ему, что ему нужно делать. Он идет к потоку Харафа, и там получают пищу от вороного, они приносят ему хлеб и мясо. И он там питается. Я так раздумывал, размышлял, братья и сестры, нечестивый человек, царь, его окружение, вокруг голод. Но я думаю, что на столе Ахава было все. Была не просто простая вода, было что-то большее. Было не просто мясо из когтей ворона. Был не просто кусочек хлеба, который принесла птица. У него был достаток. Мы читаем, были лошади, были лошаки, и было все. И кажется, Господи, почему, почему так? Муж твой, слуга твой, везде голод, люди страдают. ты получаешь эту порцию. Я не знаю, кто бы из нас с большим удовольствием, конечно, если голод, то и эта пища, но не самая приятная пища получать от ворона. Но Господь питает. Но приходит время, и это заканчивается. Поток пересыхает, воды не встает. Идет. Я думаю, что и вороны перестали носить то, что они носили. Господь обращается к нему, говорит, Илья, иди дальше. Я усмотрел, тебя тоже будут питать. Тебя будут кормить. Идет. Встречается с тобой, просит, кушать. Братья и сестры, по моему человеческому рассуждению, кажется, Господи, ну неужели пророк твой должен попрошайничать, если можно так сказать, может быть, это загруба будет у этой бедной вдовы, когда там на столе царя изобилие, там есть все. Но он послушен голосу Господа. И через его Господь благословляет эту женщину и этого сына. Она говорит, наберу полено на два дров, последняя горсть муки, немножко масла, там есть кувшиня, сделаем, последний раз покушаем, и дальше наша судьба определена. Но не так было в планах Господних. Илья говорит, пойди сделай то, что ты говорила, но прежде сделай для меня. А последствия сделаешь для себя и для сына своего, ибо мука в катке не истощится, и масло не убудет. И было так до определенного времени, мы читаем, Господь не оставлял ни этого пророка, ни эту семью. Дальше еще одно испытание и Илья уходит пустыню. Я прочитал и ложится засыпает. Но там появляется уже не птица от Господа, там появляется уже не эта бедная вдова, уже приходит ангел Господин. И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся ему и сказал ему, встань, ешь. И взглянул я, и вот у изголовья его печеная лепешка, кювшин воды, он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господин во второй раз, коснулся его, сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, ел и напился. Братья и сестры, и дальше Господь начинает говорить. Илья, большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь после ветря землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. И опять голос к Ильи, что ты здесь, Илья? Братья и сестры, просматривая жизнь Ильи, я так сопоставил и увидел это жизнь каждого христианина. Кажется, дуют сильные ветры, горы раздирают, скалы рушатся. Кажется, все, Господи, конец, дальше все невозможно. за этим ветром еще идет землетрясение. Земля уходит с под ног. Господи, что дальше делать? Как дальше поступать? Нету никакого основания, за что держаться. а дальше, дальше еще больше, дальше огонь, жжет и палит. Кажется, все, Господи, как Илья зашел туда в пустыню, сел и говорит, Господи, все, не хочу жить больше. Остался я единой моей души, ищу, чтобы поднять ее. Господи, все. атаки в жизни христианина. Проходят эти бурные ветры, проходят в земле трясения, проходит огонь. Но после всего этого приходит веяние тихого ветра. Слава Господу, братья и сестры! И Господь начинает обращаться по имени «Что ты здесь, Илья?» Братья и сестры, мы сегодня благодарим нашего Господа за изобилие всего, что мы имеем. Но мы знаем, что не всегда так было. И Дух Святой говорит, что не всегда так будет. Что испытания придут на эту землю. И будет так, что мы будем искать кусочек хлеба. Будет так, что мы не сможем собраться несколько человек вместе. Господь будет испытывать народ свой. Но ради того, чтобы Господь заговорил, ради того, чтобы пришло тихое веяние ветра, стоит питаться мясом, которое приносят вороны. Ради того, стоит просить лепешку вдовы. Ради того, стоит идти сорок дней и сорок ночей, положить голову свою между колен и сказать, Господи, не хочу жить. души мои ищут, один остался, поддержки никакой нету, ветры дуют, скалы раздирают, а я один. Землетрясение идет, огонь палит и жжет, невозможно дальше так быть, путь, но приходит спокойствие, приходит тишина и Господь начинает говорить слава Господу, братья и сестры. Я думаю, что каждый из нас испытал это, когда после тяжелых каких-то испытаний, после каких-то трудностей, когда кажется, Господи, падаешь пред Богом и говоришь, Господи, невозможно дальше. Тихо и нежно начинает говорить Господь, веет тихий ветер от Господа, и Господь называет тебя и меня по имени, а воотче церковь Господня воспрять духом. Господь вчера, сегодня и во веки тот же. Он видел Илью там в пустыне, он видел его там в пещере, когда он склонился и ожидал от Господа милости. Он видит и тебя, он видит тебя вчерашним, он видит тебя сегодняшним, он видит твое будущее. Аллилуйя! Если ты говоришь, Господи, невозможно дальше жизнь тяжелая, испытание за испытанием, слезы высохли, слова закончились, стоишь и молчишь, просишь у Господа, Господи, выйди, Господи, защити, Господи, простри руку свою, послушай, 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 что Господь говорит для тебя, а Он говорит, сын мой, дочь моя, еще чуть-чуть, еще немножко, и подует тихое невеяние ветра, как было когда-то, апостол Павел на корабле, с ним 276 человек, и начал дуть этот ветер Евроклидон, и кажется, все, нету жизни, все закончилось, корабль разбит, но Господь ему сказал, Павел, никто, ни ты, ни те, которые с тобою вместе, не потеряют жизни своей, корабль будет разрушен и разбит, но все спасутся, слава нашим Господу, братья и сестры, Господь не оставляет народ свой, хотя и трудности, хотя и испытания, хотя переживания, хотя имея, может быть, большое изобилие в этой физической жизни, но, как я сказал в начале, хочется чего-то большего, хочется, чтобы Господь заговорил Аллилуйя, слава нашему Господу, хочется, чтобы руки наши поднимались к небу, уста наполнялись славой Ему, и чтобы имя Господне славилось, а вот же, да благословит нас Господь в эти дни, когда мы прославляем имя Господне, если те, которые плачут, если те, которые переживают, если те, которые утомлены, измучены в своей жизни, а Господь не оставит вас, Господь благословит вас, может быть, еще одна молитва, может быть, еще один вопль, может, еще один раз, нужно склонить свои колени, и Господь скажет вам утешительное слово, да будет имя Господне прославлено, слава Ему за все, аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok